Глубоковажаемый Владимир Фёдорович, глубоковажаемые коллеги, актуальность данного доклада не вызывает сомнений, поскольку эволюция лекарственной терапии рака молочной железы насчитывает более 120 лет, и Владимир Фёдорович в своём докладе блестяще показал с того момента, как хирург Битсон выполнил авариальную супрессию, и мы убедились в эффекте эстрогеновой гормональной терапии. И с этого момента началась эра лекарственной терапии, эра гормонотерапии рака молочной железы. Основными целями лечения метастатического рака молочной железы, а мы понимаем, что это хроническая болезнь, долго текущая болезнь, безусловно, увеличение выживаемости, общей выживаемости больных, и, конечно же, эффективный контроль симптомов, связанных с опухолью, прежде всего, направленный на улучшение общей выживаемости. Качество жизни. Ведь больному важно, как, в принципе, любому из нас, как мы ощущаем себя в данный конкретный момент. У больного нет ни вчера, ни завтра. Очень важно, чтобы каждая минута прожитая была качественной. И основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров, а 14 декабря прошлого года, мы отпраздновали его 140-летие, в своих работах, даже в первой монографии «Учение об опухоли» говорил, что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личных случаев. Будучи хирургом, он говорил, да, что хирургия, она не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивая человеческий организм, глубоко проникая, хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке. По сути, именно Николай Николаевич Петров является основоположником не только онкологии, но и основного, одного из важнейших компонентов лечения наших больных – это качество жизни. И учитель, основоположник Санкт-Петербургской Ленинградской школы химиотерапии, мой учитель, всегда говорил, что в последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно. Созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия штука важная, она не решает всех проблем. Особенно она не решает всех проблем именно для гормона позитивного рака молочной железы. И все основные рекомендации, все основные площадки, научные площадки, будь то американские АСКО и европейские ЭСМО, наши российские, прежде всего Российское общество онкомомологом, президентом которого является Владимир Федорович Семиглазов, Российское общество медицинских онкологов «Русско» везде отмечает, что именно у больных без висцерального криза, у больных метастатическим раком молочной железы, эстроген позитивным, гормонотерапия является препаратом выбора. И если есть возможность максимально получить ответ и максимально контролировать симптомы заболевания, то эти возможности нужно использовать. И такой достаточно простой алгоритм, этот алгоритм присутствует в том или ином виде во всех международных и прежде всего наших отечественных рекомендациях, четко оговаривается место гормонотерапии в первой, во второй и в третьей линии, если у пациента нет висцерального криза. Что же такое пресловутый висцеральный криз? Да по сути приходит к нам больная, которая случайная, это больной, в прошлом, предположим, 5 лет назад, у больной был диагностирован рак молочной железы, великолепно был пролечен, было проведено комплексное лечение, включающее химиотерапию, лучевую терапию, прежде всего оперативное лечение, лучевую терапию, химиотерапию, гормонотерапию. Вот через 5 лет молодая женщина, пусть ей будет 35 лет, ей выполняется УЗИ, она видит метастаз печени 3 сантиметра. Я еще, когда пришла 20 лет назад, там четко было написано у Натальи Накентина-Переводчиковой ее монографии по химиотерапии, если есть висцеральный криз, у висцерального метастаза мы должны назначать химиотерапию. Сейчас же концепция лечения эстроген-позитивного рака молочной железы изменилась, если даже есть висцеральный метастаз, пусть даже он 3 сантиметра, но пациентка его не ощущает. Мы проводим ей химиотерапию, она становится больным человеком. Да, у нее будет достигнут частичный регресс, но такой же регресс будет достигнут с помощью и гормонотерапии, при этом пациентка будет чувствовать себя хорошо. Вот это вот пресловутое качество жизни, когда регресс в очаге может достигаться разными путями. И мы всегда должны помнить для лечения больных гормонопозитивным метастатическим раком молочной железы, что само по себе лечение, проявление этого лечения должно быть токсичнее того состояния, в котором пациент в настоящий момент пребывает. И вот под висцеральным кризом понимают наличие метастазов в печени и в легочной ткани, которые сопровождаются клинически значимыми симптомами. Если в легочной ткани, то дыхательная недостаточность вследствие лимфангита в легких, или же эксидативный плеврит. Либо это могут быть метастазы в печени, которые сопровождаются выраженным болевым синдромом вследствие расширения капсулы глиссона, или же у больной, при этом еще у больной, повышаются значимые трансиминазы. Конечно, это является основанием проявления висцерального криза. Нам нужна химиотерапия, которая в виде скорой помощи мгновенно снимет эти проявления. Но если же висцерального криза нет, а есть просто висцеральные метастазы, тогда пациентка должна получать гормонотерапию, и качество жизни у пациентки будет достойным. До 2010 года в нашем арсенале мы имели препараты. Прежде всего, тамоксифен – это противозачаточный препарат, обладающий эстрогеновой активностью. Но, по сути, золотой стандарт, за создание которого действительно нужно было вручить Нобелевскую премию, потому что он эффективный и не ухудшающий качество жизни. С этого момента ведь больной живет, больная живет, и рано или поздно возникает резистентность. Ведь опухолевые клетки – это те же самые клетки организма, над которыми организм по какой-то причине потерял свой контроль. И эти же клетки также учатся бороться за свое существование, это наш организм, и они приобретают резистентность. Так вот, чтобы нам дальше контролировать симптомы заболевания, создаются и изучаются ряд других гормональных препаратов. Это и гормональные препараты ингибитора ароматазы, нестероидные, анострозол, литрозол, стероидный экзомистан. И затем появляется необратимый антиэстроген фулвестрант, который необратимо разрушает головки рецептора экстрацерлюлярную часть домена, рецепторов эстрогенов. И, конечно, по сути, мы зашли до какого-то определенного тупика, когда мы достигли максимального эффекта, и лечить-то пациентов надо дальше, при этом надо сохранять качество жизни. И в связи с этим дальше у нас действительно наука не стоит на месте. И Евгений Наумович сказал, да, что мы для себя понимаем, что всё, что происходит в ядре опухолевой клетки, это, знаете, как метро, токийское метро, когда много-много-много веток, они как-то друг с другом пересекаются, или как космос. Мы знаем, что там много-много планет, как-то они все друг с другом перекликаются, взаимодействуют, а что же там на самом деле, неизвестно. Так вот, сейчас мы пытаемся как-то изучить этот космос, открыть для себя какие-то галактики, и определиться с этими сигнальными путями, за которые как ниточку можно дёрнуть, и мы будем контролировать эффект. И большая надежда возлагается на циклинозависимые киназы. Прежде всего, это полбациклип, единственный циклинозависимый препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации. Это произошло в сентябре прошлого года. И сейчас зарегистрированы другие циклинозависимые киназы, и рибоциклип в том числе. И мы, конечно, надеемся, и не то, что надеемся, мы сейчас уже видим результаты, в том числе в рамках расширенного доступа, в клинических исследованиях, что этот препарат работает, и эти препараты эффективны. У нас есть пять уровней доказательности. Первый уровень доказательности – это, соответственно, когда мы имеем большие мета-анализы, включающие множество рандомизированных исследований. Далее – это рандомизированные исследования. Третий уровень – это просто, когда подтверждается только одним рандомизированным исследованием. Потом – это просто исследование. И клинический опыт наблюдения, когда мы встаем и говорим, да, вот у меня была больная, которая когда-то так отреагировала. Это пятый уровень доказательности. Мы сейчас будем говорить о рекомендациях, которые подтверждены первым уровнем доказательности, то есть абсолютным и достоверным. И вот, соответственно, в ряде рекомендаций, в том числе ЭСМА, четко показано, что циклинзависимый киназа в комбинации с фулвестрантом в первой линии является оптимальной опцией лечения эстроген-позитивного рака молочной железы. И это вошло в рекомендации ЭСМА. И там также говорится, если нет висцерального криза, мы назначаем гормонотерапию, чтобы получить максимальный эффект. Мы ее хоть в первой, и хоть во второй линии, а мы говорим сейчас, а так как нужно лечить пациентов, чтобы достичь максимального эффекта и контролировать болезнь, то комбинация в первой линии фулвестранта с ингибиторами циклинзависимых киназ, а во второй линии, это, соответственно, ингибиторы ароматаза комбинации с циклинзависимыми киназами, мы достигаем максимального эффекта. Опять-таки, рекомендации НССН, которые каждый может скачать на свое мобильное устройство, зарегистрироваться, и постоянно мы видим обновления, достаточно часто происходят обновления. И также четко определено, что для лечения больных гормонопозитивным раком молочной железы, казалось бы, все понятно. Но мы для себя должны понимать, что сколько пациентке лет, это при менопаузе или же постменопаузе. Второе, мы для себя определяем, есть вестеральный криз или нет вестерального криза у пациентки. Так вот, если это молодая пациентка, и мы планируем ей назначить ингибитор ароматазы, то обязательно нужно выключение авариальной супрессии. Но мы должны помнить, что авариальная супрессия сама по себе не является механизмом, не является лечебной опцией. Да, 2-3 месяца будет выключена синтез эстрогенов, но через 2-3 месяца на периферии из жировой ткани, из мышечной ткани, даже в головном мозге и сохранившейся молочной железе начнут вырабатываться эстрогены из андрогенов под действием фермента ароматаза. Поэтому ведь мы, по сути, женщину молодую перевели в более старшую возрастную группу. А мы все хорошо знаем, что женщины в старшей возрастной группе болеют раком молочной железы еще чаще, чем молодые. Поэтому, если мы думаем, что мы выключили функцию яичников, и все, пациентка излечена, можно так оставить, то это всего лишь опция, чтобы дать пациентке ингибиторы ароматазы. Либо назначить фулбестрант, который работает по опыту Владимира Федоровича, его отделения, и по опыту международных исследований в постменопаузе. Поэтому, если это молодая женщина, и нам нужно назначать ей ингибиторы ароматазы, то обязательно должна выполняться в реальной супрессии. Чтобы мы запустили механизм выработки эстрогенов из андрогенов. Это надо всегда помнить. И вот в рекомендациях НССН, кто ими пользуется, видит, что сейчас вошла вот такая вот сетка для выбора наиболее оптимальной опции. И вот для выбора наиболее оптимальной опции с максимальным уровнем доказательности является комбинация, опять-таки, о которой я большей частью говорю, потому что это действительно новое. То, что новое, что входит в нашу клиническую практику. И здесь, опять-таки, на конференции АСКО, которые каждый год проводятся в конце мая, в начале июня, чётко сказано, что гормонотерапия может быть назначена в качестве первой линии лечения эстроген-позитивного метастатического рака молочной железы, за исключением висцерального криза. И новые комбинации, которые рассматриваются для лечения, это комбинация гормональных препаратов, одного или двух гормональных препаратов, либо гормональных препаратов комбинации с циклинозависимыми киназами. Но сам сразу хочу подчеркнуть, что комбинация гормонотерапии с химиотерапией не рекомендована, потому что больные живут максимально долго, они живут действительно долго, и нам нужны опции, каждый раз новая опция, чтобы эффективно контролировать болезнь. А все сразу, вот именно мы даже отошли от полихимиотерапии, потому что пациентка не... Это что назначим? Что монохимиотерапия, что полихимиотерапия значима, это не повлияет на общую выживаемость. Поэтому сейчас должно быть максимально много препаратов, чтобы их все использовать на протяжении жизни этой пациентки. Отчасти даже в этом направлении исследование об эффективности комбинации химиотерапии с эстрогенами, с гормонотерапией, сейчас в данный момент не проводится, хотя на заре развития проводились, но они не показали своей значимой эффективности. И вот если взять рекомендации АСКО, то вы посмотрите, что в первую линию выходят, если мы говорим о постменопаузе, о пациентках старшей возрастной группы, здесь рекомендуется комбинация ингибиторов ароматазы, как предпочтительная, и именно комбинация ингибиторов ароматазы, либо с полубоциклибом, либо с фулвистрантом. И отводится большое внимание, если мы говорим о премии на паузе, о вариальной супрессии, опять-таки понимая, что мы должны назначить ингибиторы ароматазы. И, конечно, в основном, если мы говорим о молодых женщинах, есть еще опция, мы можем назначить также тамоксифен. Если мы назначаем тамоксифен, в принципе, добавление авариальной супрессии, пациентке мы можем назначить тамоксифен, и без авариальной супрессии он все равно будет работать. Выключение функций яичников на это никак не повлияет, потому что тамоксифен будет конкурирующим образом занимать головку рецептора эстрогенов, и тем самым не давать активизировать рост клетки, естественным эстрогенам. И вот достаточно весомое событие, из-за чего была вручена Нобелевская премия в 2001 году, это открытие механизма действия циклинозависимых киназ. И здесь происходит ведь в клетке, как она работает. Все регулируется четко за счет смены фаз клеточного цикла. И контролируется смена фаз клеточного цикла посредством малых белковых молекул циклинов D и циклинозависимых киназ. Что же делают циклинозависимые ингибиторы в комбинации с гормонотерапией? Так они всего-навсего, а это значимый эффект, арестовывают клеточный цикл и восстанавливают контроль над этим клеточным циклом. Исследование, которое подтвердило эффективность работы данной группы препаратов, это прежде всего исследование ПАЛОМА-1. Исследование проводилось в первой линии гормонотерапии, когда в одном рукаве пациентам к стандартной гормонотерапии литрозомом в дозе 2,5 мг добавлялся полубоциклип перорально один раз в сутки в течение трех недель, затем недельный перерыв, и все это повторялось каждые 28 дней. Другая же группа больных получала литрозол. Первичной оценкой являлось время увеличения до выживаемости без прогрессирования, и было показано, что те пациенты, которые получали комбинацию литрозола с полубоциклипом, у них значимо увеличилась выживаемость без прогрессирования до двух и более лет, и на 10 месяцев выше, чем те пациенты, которые получали просто гормонотерапию с литрозомом. То есть более эффективно и значимо контролировали симптомы заболевания, что очень важно для наших пациентов. И это было важно, что было продемонстрировано увеличение медианной безрецидивной выживаемости, выживаемости без прогрессирования, и при этом качество жизни больных было эффективным. Вторая линия. Здесь также рассматривается вариант добавления. Если пациенты у нас получали в первой линии ингибиторы ароматазы, либо ингибиторы ароматазы в комбинации с ингибиторами циклинозависимых киназ, то во второй линии рассматривается комбинация фулвистранта, это необратимого антиэстрогена, который вводится внутримышечно по 250 мг в каждую ягодицу, и в первый месяц происходит каждые 2 недели, далее раз в 4 недели, то во второй линии рассматривается наиболее оптимальная опция, это комбинация фулвистранта с палбоциклибом. Также может рассматриваться комбинация экзамистанов с эверолимусом, ингибитором МТОР, но данная комбинация характеризуется значимой токсичностью, потому что эверолимус в своё время создавался как препарат, который направлен на профилактику трансплантата против хозяина. И это мощный иммунодепрессант, поэтому его не рекомендуется назначать у пациентов с длительными и длительно болеющими, больным с страдающими гепатитами, туберкулёзом, с сахарным диабетом и больным инвазивными микозами. Тоже препарат достаточно непростой. Это, опять-таки, я вам этот слайд уже показывала, подтверждается доказательной базой высоким уровнем доказательности. И важно, что в отечественной рекомендации РОМ, именно данная комбинация, о которой я сегодня говорила, комбинация фулвистранта с литрозолом, значится как предпочтительное для лечения больных эстроген-позитивным раком молочной железы. И важно, что эти рекомендации основаны по результатам многоцитровых исследований, прошедших при участии российских центров в течение последних 10 лет. И здесь так и отмечено, что полубоциклиб в дозе 125 мг в сутки в течение 21 дня назначается перерывом 7 нит. И вот в сочетании с фулвистрантом. Еще одно исследование ПАЛОМА-3, здесь немножечко чуть подробнее я на нем остановлюсь, и добавление полубоциклиба с фулвистрантом, по сравнению с просто проведением фулвистрантом во второй линии, эстроген-позитивным раком молочной железы, привело также к увеличению выживаемости без прогрессирования. Кривые не пересекаются, значит, они статистически достоверны. И добавление к фулвистранту ингибиторов циклинозависимых киназ привело к статистически значимому увеличению времени до возникновения прогрессирования. Когда мы имеем дело с новым препаратом, мы должны знать, как работать с побочными эффектами. И вот оказалось, что циклинозависимые киназы, ингибиторы циклинозависимых киназы – это крайне непростые препараты. Но непростые они только в одном, что у этих препаратов, для этих препаратов появилось действие, так называемая циклинозависимая нейтропения. Пациенты эту нейтропению не ощущают. Но, тем не менее, в одном 2% случаев может наблюдаться развитие фибрильной нейтропении с последующим летальным исходом, если своевременно эту нейтропению не диагностировать. Поэтому все пациенты получают лечение капсулы 3 недели, затем недельный интервал. При этом клинический анализ крови сдается в первые 2 месяца каждые 2 недели. Итоговый анализ показывал, что, несмотря на то, что и возникали осложнения, в том числе и как нейтропения, она, в принципе, не ощущалась самими больными, тем не менее, важно, что, когда снижается доза палбоциклиба, это никак не сказывается на эффективности этого препарата. И вот в данном исследовании в ПАЛОМА-3 было показано, что выживаемость без прогрессирования также остается высокой у пациента, несмотря на то, что у них снижается доза палбоциклиба. И вот качество жизни, несмотря на то, что возникает вот эта пресловутая нитропения, казалось бы, у пациента возникает слабость, то это никоим образом не сказывается на возможности человека вести активный образ жизни. Качество жизни при этом сохраняется значимым. И самое главное, эффективно контролируется боль, и пациенты начинают спать лучше. Это, конечно, очень важное качество в жизни, по сути, каждого из нас, и тем более онкологических больных. И добавление палбоциклиба продлевает время до усиления болевого синдрома. И вот так называемая циклинозависимая нитропения, она отличается от нитропении, которая возникает на фоне химиотерапии. И важно помнить, если мы получаем в руки эффективный инструмент, новый эффективный инструмент, то анализ, общий или клинический анализ крови назначается перед началом терапии препаратом палбоциклибом и в начале каждого цикла. В первые два цикла, каждые две недели, независимо от наличия или отсутствия нитропении, этот анализ дают. В моей клинической практике пациенты, которые получали палбоциклиб, у них значимо наблюдался эффект улучшения качества жизни, эффект лазерика, так называемый. Поэтому еще очень хочется отметить, что да, нитропения, она часто отмечается. Практически в 81% случаев она ожидается, ожидаемо, ее не надо бояться. Но при этом фибрильная нитропения возникает не более чем у 1% больных, получающих палбоциклиб. И пациентам незамедлительно надо сообщать о любых признаках улучшения состояния или инфекции, таких как лихорадка, озноб, головокружение, обращаться на прием к врачам. В настоящий момент палбоциклиб в комбинации с гормонотерапией зарегистрирован в первой и во второй линии. И это подтверждено опять-таки всеми значимыми рекомендательными площадками на сегодняшний момент. И я начинала, и я закончу словами Николая Николаевича Петрова, потому что человек – это всегда личность, а отнюдь не без личных случаев мы должны помнить и оптимально назначать лечение. И присоединяясь к Владимиру Феоровичу от имени нашего института, приглашаем вас на форум «Белые ночи», который традиционно проходит каждый раз в период прекрасного времени, «Белые ночи». И он будет проходить в этом году с 23 по 25 июня. Благодарю за внимание. – Спасибо. – Вопрос, пожалуйста. – Вопросов? Все понятно. – Все понятно, да. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.